СПОНСОР РУБРИКИ Сеть магазинов «Всё сам плюс» Аксессуары и запчасти для бытовой техники Мы продолжаем цикл передач о том, как правильно выбрать бытовую технику И как подольше сохранить её здоровье В нашем городе начался сезон опрессовок Это означает, что 1-2 месяца самым нужным и самым важным домашним прибором будет водонагреватель Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать водонагреватель, который будет подходить для ваших целей Ну и также, как сохранить здоровье, работоспособность прибора, который у вас уже есть Ну, я сейчас кинучу есть Я понял, что ты за это? Наташ Наступил сезон отключения горячей воды И чаще всего вопросы, которые задают мне мои знакомые Какой купить водонагреватель? Какой бренд? Какой объём? Какой там должен быть бак, нержавейка, эмалированный? Это не имеет решающего значения Нужно правильно эксплуатировать, и тогда фактически любой водонагреватель будет работать долго и надёжно Проржавеет или нет, зависит не от типа бака Вот стандартный тен, который греет воду Но это очень небольшая часть На самом деле, вот есть ещё такая штука, которая напоминает просто отрезать металлические трубы или арматуры Это анод из магния Он больше на себя забирает, скажем, ржавчину То есть вот этот металл будет у вас растворяться Защищая и тен, и бак Выглядит в правильном виде в сборе это Вот так То есть вот так должно у вас стоять правильно в баке Но очень часто бывает, что у вас анод уже, ну скажем, расплавился, исчез фактически, растворился А тен целый, нужно купить просто отдельный анод Можно вместе ими менять Очень часто задают вопрос, сколько служит анод Чётких критериев таких нет Если это у вас мягкая вода где-то в городе, например, то он может служить несколько лет Если вы, например, пользуетесь там раз в две недели, он у вас может и 10 лет служить Но когда берут, люди переносят на дачу и пользуются всё лето Но это очень быстро разрушается, это нужно проверять То есть элементарно откручивается, тен смотрит Если вы видите, что его нет, можно купить отдельно Купить отдельно и вкрутить, он будет точно так защищать Но без него эксплуатировать нельзя Это буквально дни Вот эта вот конструкция, это фактически нагреватель, это защита А есть ещё регулятор, который не даёт перегреваться в воде Который контролирует И в законченном виде, вот тут есть такое отверстие, вставляется термопара И вот так, вот так вот, разъём здесь, всё составляется Фактически вот вся структура водонагревателя Только подводится электричество, а здесь герметичный бак Меряет температуру, греет, отключается, когда перегревается Если вот этот вот блок управления, он может работать очень долго Конечно, он может выйти из строя, но он не требует обязательной замены То вот тен или анод, это фактически расходники То есть анод нужно следить постоянно Ну, хотя бы вот приехали вы сезон, нужно проверить Тен, если у вас перестало греть, неисправный тен, тогда он требует замены Кроме всего прочего, вот есть такая тема, как протекание Тут тоже нужно внимательно смотреть Потому что если он, например, начнёт протекать И вас там долго дома нет, можешь просто залить Защищает от протекания, это вот резиночки, которые вставляются под тены Они бывают разных типов под разные тены Они без проблем отдельно продаются Вообще, производители рекомендуют после каждого вытаскивания тена После проверки вставить новую резину Ну, на самом деле, если она у вас целая, ну, хотя бы вставить тогда, когда она порвана И начинает протекать Кроме накопительных водонагревателей, которые выглядят как бочка бака Бывают ещё проточные водонагреватели Это постоянно, скажем, они ставятся в разрыв трубы и постоянно текут Но, как правило, эти водонагреватели очень мощные Они требуют очень больших подводящих мощностей И сейчас они уже постепенно сходят на нет Но остановиться на них имеет смысл Если вы хотите купить водонагреватель проточный Ну, он должен быть минимум 5,5 киловатта Иначе у вас будет эта крохотная струйка воды, два тёплая И вы, ну, скажем так, и не помыться, и не посуду помыть Просто потратили деньги и время Ну, бессмысленно достаточно явление И к тому же, в случае выхода из строя Проточный водонагреватель практически не ремонтируется Это просто покупка нового Мы вам рассказали о основных моментах Которые нужно знать при выборе При покупке водонагревателя А также, что немаловажно Или более даже важно О эксплуатации Я очень надеюсь, что наши советы вам помогут И неприятность сезона прессовки Пройдёт для вас быстро и незаметно Всё сам плюс Всё для здоровья бытовой техники Ящики, полки для холодильников Ремни и тены для стиральных машин Тарелки и магнитроны для СВЧ-печей Зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей Гагарина 8, молодогвардейцев 48А Победы и молодогвардейцев И ещё 5 магазинов в городе Наберите всё сам в интернете Мы умные и много чего знаем Но в разумительность не чтим Добро и зло прекрасно понимаем А жить с любовью не хотим У автора этих стихов Владимира Гинтера Множество талантов Успешный предприниматель Общественный деятель Коллекционер минералов Создатель ландшафтных дизайнов Чтобы взглянуть по-новому на поэтическое творчество Он закончил курсы основы литературного мастерства Руководит которыми Профессор Челябинского государственного института культуры Кандидат к культурологии Секретарь союза писателей России Нина Александровна Ягодинцева Это уникальный проект Для тех людей Кто хочет свою жизнь, свою деятельность связать со словом Это не только поэты и прозаики Начинающие или члены союза писателей К нам приходят и те и другие Это и сценаристы, это и продюсеры Как ни странно, да, было несколько проектов Литературные агенты То есть очень широкий такой спектр заинтересованных Некоторые авторы просто приходят Некоторые люди просто приходят для саморазвития И, конечно, вот это самопознание через слово Изучение законов языка и законов жизни через язык Это, конечно, очень продуктивно Чтобы нам в природе сохраниться Истоки мира следует хранить И у творца природности учиться Стараясь в мыслях мусор не копить Истоки, наверное, идут из бизнеса Потому что мы попали в дикий бизнес Без всяких знаний и так далее Через 7 лет я понял, что Когда конкурентная среда усиливается На одной интуиции не выйдешь Надо учиться И у меня вот смесь практики с теорией Стали в голове появляться мысли Их надо как-то выражать Поэтому я начал писать книги Ну, книги, скажем, проще Мастер знает, что он мастер Дилетант, он знает, что он дилетант Мы были тогда с журналистом Чегинцевым И я говорю, Витя, вот, может быть Он говорит, я узнаю Тем более, я помню, он взял телефон у Нины Александровны И все, мы попали на эти курсы Буквально через месяц я понял, что Нине Александровне, мои книги Показывать нельзя было Дар не бросайте в слом И не утаптывайте в хлам Его на службу ставьте Даря талант благим делам Владимир Иванович, конечно, курсант уникальный И уникален он в первую очередь Тем, что это вот такая слитность Деятельности и словесного осмысления То есть это очень важно Чтобы слово было Слито с деятельностью Чтобы оно отражало дело И помогало делу И я не могу привести Каких-то других Вот настолько ярких примеров Во-вторых, Владимир Иванович Пришел к нам уже с маленькой библиотечкой Изданных книг И это, с одной стороны, очень здорово Потому что автор знакомый читателям Автор, который востребован А с другой стороны Это ведь курсы, где учатся То есть задача непростая Курсы учеба всегда требуют Какой-то перестройки И у меня, когда разбирали работы Моих сокурсников У меня была мысль Только не меня Только не меня Слава Богу По-моему, мои работы почти не разбирались Я думаю, я все понял Я все понял Читаю книги Слушаю внимательно Ну, вот, я не знаю Я как раз тот ученик Который учится на ошибки других Ну, в общем, вроде бы Я по афоризмам Это вообще я даже не думал Что это Я как бы для себя всегда пишу мысли Потом их обрабатываю Потому что у меня привычка к размышлению Я мог одну мысль прокручивать У меня не зря некоторые афоризмы Они в разных плоскостях показаны И однажды Я понимаю, что у меня с поэзией Ну, я понял теперь В чем суть Как все это улавливать Благодаря Нине Александровне Потому что так доступно Еще никто И так четко Никто не преподносил Это оригинальный Абсолютно индивидуальный Образ поэтического мышления Он тем и интересен Что заставляет взглянуть на мир Немножко с другой стороны Он как бы меняет Меняет точку зрения Меняет угол зрения И тем самым меняет и точку зрения Ну, это не так часто встречается Тем более вот сейчас Когда, ну, так обозревая Большие поэтические достаточно пространства Я могу сказать, что Вот больше все-таки Приветствуется и принимается А это не очень хорошо То, что уже знакомо То, что уже привычно И вот такие люди Как Владимир Ротович Они выводят Слово из привычного Вот этого русла И заставляют на все Посмотреть по-другому Чем ярче я раскрыл Способности в себе Тем одиночество Внутри гуляет чаще Теперь с природой Остаюсь наедине Совет ища в ее зеленой чаще Пожалуй, главный источник вдохновения Поэта Владимира Гинтера Это природа С которой у автора Особые отношения Много тем для размышления Подкидывает и повседневная жизнь Встречи с сотрудниками Избирателями Учениками школ Литераторами Время, проведенное С близкими и друзьями Лиственницы, да Они интересны тем Что они очень такие живучие Из них можно делать Да, пробовать наши Уральские пальмы Вот, кстати, наглядно Две лиственницы Что из них можно Там дальше Совсем другие тоже узоры Как говорится, что Вон у нас шар из лиственницы Вот дальше Видите, маленькие Хотя они, в общем-то В один день посажены Вот это, это и та лиственница Здесь крокодила сделали Из уральского змеевика Тоже композиция интересная Что на спине Молодилы Это напоминает Чешую хвост Диплом выпускника Литературных курсов Один из многих Реализованных проектов Только за минувший год Особого внимания Заслуживает Конкурс ландшафтного Дизайна В Потанинской школе К соревнованиям Классов Присоединились Учителя и родители Их совместные творения Теперь украшает Школьный двор Но это уже Совсем другая история Которую мы Обязательно расскажем Тема сохранения Или вторжения В личное пространство В той или иной степени Волнует современного человека Подобные проблемы Обостряются С наступлением Теплого сезона Когда мы перестаем Сидеть по домам И выбираемся На свежий воздух Где вынуждены Взаимодействовать С другими людьми Слушать их громкий смех Чаще всего Вместе с громкой музыкой Здесь даже не только О громкой музыке А о том, как Например, курят в подъезде Неправильно припарковался человек Ну, таких случаев Очень много О чем это говорится? Понятно, что это такие мелочи Из которых соткана жизнь И здесь, по идее, Есть один закон Закон нравственности И морали Который мы должны Соблюдать Рассмотрим эту ситуацию С двух точек зрения С точки зрения Раздраженного Который не разделяет Музыкальных вкусов соседа И считает его действия Вторжением В личное пространство И с точки зрения Раздражаемого Который, быть может Не хотел поставить Себя выше других Просто ему весело И он не думает Что кому-то мешает Так поэтому В этой ситуации Что нужно делать? Во-первых, если есть конфликт Нужно об этом Обязательно говорить И нужно идти Куда-то Что-то Чего-то делать Изучать Не надо подавлять Себе это Потому что Жизнь предназначена Для чего? Для того, чтобы мы Научились выстраивать Гармоничные отношения С друг с другом Здесь не надо Дожидаться точки кипения Нужно говорить сразу Но максимально вежливо Чтобы другого Не задевать Уважительно И есть, знаете Это же такой прием В психологии, к примеру Нужно сначала дать момент поглаживания То есть, к примеру Сказать Ну, ты же хороший Адекватный сосед Классный Такие классные помидоры Выращиваешь Вообще Такой хороший сосед Ну, к примеру Так говорю А потом сказать Ну, вот Я тебя просто прошу Меня музыка Реально раздражает И мешает Я постоянно Вот про тебя плохо думаю А я не хочу Про тебя плохо думать Я же знаю Что ты классный Вот То есть, говорить человеку То есть, человеку Чтобы человек отреагировал И смог это сделать Ему надо дать силу Понятно, что здесь конфликт Двухсторонний И понятно, что Кого-то раздражает Это внутренняя тоже работа То есть, из какого состояния Мы говорим То есть, здесь тренировка На смирение На уважение На принятие И так далее Поэтому лучше о соседе Думать хорошо И поверить То есть, доверие Что он сможет вас понять Помните, что вы не один Что вокруг вас есть люди Когда вам хочется Громко засмеяться Включить громко музыку Или кинуть в подъезде пакет Или не выбросить его мусорку Думайте об этом Что существует еще такой закон Причина следственной связи Поэтому, если вы этот закон не понимаете Вас само пространство потом научит Поэтому просто понимите Что мы все несовершенны Ничего страшного Может быть, даже перед соседом Раскаяться По-другому сказать Ну ты извини меня Я там не сдержалась Я неправильно сделала Сам понимаешь Я там закипела То есть, момент раскаяния В таком хорошем понимании По-другому сказать Что ты же прости меня Когда мы такие вещи говорим То сразу же другому человеку Даем энергию понимания Часто ко мне люди обращаются и говорят В чем заключается личностный рост И духовная практика В чем заключается Она складывается из каждодневной тренировки Своих качеств Каждый день Маленькие добрые дела Каждый день Следовать какой-то определенной практике Улыбнуться Или, к примеру, вам хочется такого сделать Себя взять Приложить усилия И донести мусор до мусорки Такая тренировка Приложить маленькие усилия Качеств своего характера Для того, чтобы вам было гармонично И другим людям было гармонично Понятно, что все книги Психологи Передачи Это одно Знания у людей есть Но самое-то главное Чтобы это было в практике Чтобы мы это практиковали И если вдруг не получилось что-то Чтобы мы имели силу Друг другу сказать Извини, прости И сказать теплое слово По идее цель-то жизни Это гармония Баланс Понимаете А в чем он заключается? Он же не заключается там В каких-то там В думах Это в практике Я уважаю соседа из квартиры Номер 1, 2, 3, 4, 5 Да, они меня уважают Нам каждый день дается 100% энергии И у нас есть выбор На что мы тратим Мы тратим эту энергию На негатив Раздражение На мелкие гадости и обиды Или эту же энергию Мы можем потратить В конструктивное русло Да, к примеру На усилие На улыбку Потому что улыбаться И быть радостным Это тяжелее Нежели гневаться Психовать И нервничать Поэтому за нами выбор Абрикосы, грецкие орехи Фундук, тутовник И даже растения Из красной книги Вся эта флора Вполне может произрастать В холодном уральском климате Более того Не требуя особого ухода В саду у Романа Нагуманова Совсем нет яблонь и смородины Уже 15 лет Он занимается разведением Экзотических растений На просьбу рассказать О самых уникальных Роман теряется И говорит Что каждый из них Интересно по-своему Например, пион тонколистный Цветок, который Внешне напоминает тюльпан Родом он из Алтая Произрастает также В Западной Сибири В 60-70-х годах Его истребляли Из-за того, что У него лечебные свойства Потом его внесли В Красную книгу Украины и России Охраняемое растение Очень интересное Экзотическое В переводе с английского Переводится как Папоротниковый пион Известно то, что Произрастает даже На территории Сургута А это считается уже Как бы крайний север То есть растение Очень морозостойкое И не требуется особого ухода за ним Укрытие на зиму Сладкий запах меда В саду Романа Распространяет растение Под названием Фатергилла Большая Ее родина Северная Америка Очень морозостойкая Хотя растет медленно Красивые ершики Истощают Приятный медовый аромат Не требовательно в уходе Цветет тогда Когда уже все цветает А это экзотический картофель Известный путешественникам В Индию и Китай Оно мало того Что экзотически красиво Цветущее Оно еще и съедобное растение Называется батар Его есть несколько видов Вот даже можете сравнить Разные листва у них Это такие же клубни Как картошка Тонкая кожура Готовит из него очень много блюд Даже в отличие чем от картошки Во много раз Оно является профилактическим От онкозаболеваний Причем из одного клубня Получается много вот таких ростков То есть в отличие от картошки Не нужно много заготавливать И хранится все это При комнатной температуре То есть не нужно погреба Не нужно просушивать Это все хранится в домашних условиях С одного клубня То есть можно получить до 30 саженцев Из которых вырастет по 5-6 килограммов Вот этого вкусного батата Жимолось покрывальная Венерин башмачок Канадская ель Магнолия кобус Аризема приморская За необычными названиями Скрываются приятные глазу растения Интересное растение еще Жимолось покрывальная Цветет оригинальными желтыми цветочками Но сама красота Когда завязываются черные блестящие ягодки Тоже морозостойкое Неприхотливое растение Как бы для Урала Хорошо себя чувствует Не подмерзает Тоже вот интересно Только-только начинает раскрываться Венерин башмачок Очень редкий на Урале Их у нас в горах Произрастает 14 видов Растение занесено в Красную книгу То есть если вы увидите в лесу То не срывайте Очень оригинальное растение Коника Канадская ель Сорт Альба Она практически не горит Растет медленно Но очень оригинальный вид у нее Очень красивая Единственное, можно выбирать ей место Чтобы была полутень Тогда она практически не горит Я не помню, чтобы за 7 лет Она у меня хоть раз подгорела Интересное растение Экзотическое Родина у нее Приморский край Аризема Приморская Очень морозостойко Лечебное растение Неприхотливое Красивое, оригинальное Экзотическое Подходит для любого уральского сада Рядом произрастает магнолия Ред барон Она из семян, правда еще маленькая Засветет на 6-й год Но зато растет без укрытия Хорошо Черная сосна, австрийская Можжевельник скальный Тоже интересное растение Такое необычное Как будто по дороге в Тоскану Все, что сегодня зацвело буйным цветом Через некоторое время начнет плодоносить Тогда появится повод Встретиться снова И расширить свои знания В области ботаники Если раньше редкие породы кошек Можно было сосчитать по пальцам То сейчас выводятся все новые и новые виды Как, например, курильские бобтейлы Которых часто сравнивают с рысью Благодаря окрасу, торчащим ушам И короткому хвосту Вот у них на лапках Вот здесь вот шерсть Между подушечками Эта шерсть защищает их от того Что они на Курильских островах Лазят по камням И вот, чтобы не поцарапать подушечки У них, соответственно, растет здесь шерсть Хвосты у них Так же, как, наверное, у нас Отпечатки пальцев Ни одного повторящегося хвоста Они бывают от двух сантиметров до семи Это идет стандарт Задний лап у них выше, чем передний Это дает им прыгучесть Прыгают они полтора метра с места легко В среднем коты достигают 80 килограмм Тяжелый костяк мышц У них не жир, а мышцы Девчонки достигают 5-7 килограмм Но весь расцвет сил и расцвет этой породы У них происходит в три года То есть до трех лет они еще формируются Победы этих трех питомцев на российских и европейских выставках Сколыхнули интерес к новой аборигенной породе Курильские бобтейлы буквально очаровались своим неповторимым обликом И прекрасным темпераментом Самая первая девчонка вот Ксения Она пока единственная в питомнике с титулом чемпиона мира То есть чемпион мира он закрывается на нескольких континентах Ни одна выставка нужна для закрытия титула Практически полмира объездили с ней, чтобы завоевать эти титулы Хорошие места Ну а естественно судят в основном по типу По ушам, по голове, особенно по подбородку Подбородок должен быть у них очень достаточно сильный По окрасу, темпераменту Ну и соответственно по хвостику Кошки такой породы не требуют особого ухода Ксения, лис и зефира прекрасно уживаются с другими домашними любимцами Как например кот Бакс, которого хозяева нашли на улице Социальные танцы это те, которые исполняют не для зрителя, а для себя И наиболее популярным в мире на сегодняшний день считается направление Caribbean Mix А кто же знает про кубинские танцы больше и лучше, чем преподаватель с острова Свободы? Хосе Рамон Мендиоло Уссорио, участник известных телевизионных танцевальных проектов Обладатель уникального стиля Уникальность того, что я занимаюсь не только социальные танцы Но я закончил высшее искусство Национальная школа танцевального По современной хореографии, модерна, классика И вот оттуда у меня хорошая пластика И когда я добавляю этого к социальному Тогда получается вкусно И вот думаю, что и со этого Вопреки всем стереотипам, заниматься подобным стилем танца Можно при любой физической подготовке И в любом возрасте Главное слушать музыку и свое тело Я думаю, что это зависит от души, от тела Как самому человеку С четырех, с пяти можно начинать Тело очень-очень интересная Как я говорю, штука такая, да Которая Ее надо просто понять Правильно рулить Чтобы все получилось По своей интенсивности Карибские танцы заменяют кардиотренировку К тому же, во время занятий Активно работают мышцы рук, живота и бедер Сложно немножко, когда На тренировках есть разные ученики У которых есть разный уровень Поэтому надо делать так Чтобы тренировка не была скучна Ни для них, ни для тех Кто уже занимается давно Поэтому я решил Немножко отработать тело И руки, и плечи, и все это Потому что это очень-очень-очень важно Очень-очень важно Без этого никак На сегодня мне удалось почувствовать Я вот, правда, были моменты, когда я ловила Что мне полностью это нравится Я понимаю, мне нравится, как двигается мое тело И у меня возникла мысль, что надо бы, наверное, все-таки продолжить Потому что это приятно, это здорово Воображение дорисовывает картину Вот эту вот всю локацию перейти на пляж И продолжать уже бачату где-нибудь на горячем песке Эти танцы, на самом деле, кажется, что столько простых движений И каждый их выполнит На самом деле здесь очень четкий рисунок Очень четкие такие моменты, которые даются нелегко Но когда получается, испытываешь такие эмоции Что, не знаю, как на игре забрался Когда хороший преподаватель, сложности в принципе не возникают Потому что любое сложное движение раскладывается И все объясняется Танцевать карибские танцы можно хоть на вечеринке Хоть босиком на песке Освоить основные движения можно всего за несколько занятий Ну а потом совершенствовать их сколько угодно Субтитры сделал DimaTorzok